В нашей местности Алтай-Барнаул, к сожалению, корнеплод дайкона, или японская редька, или байлобо, или китайская редька, мало распространен и по сию пору. И вот несколько лет назад, один из моих друзей-огородников посоветовал мне попробовать эту культуру. Конечно, я про дайкон слышал и раньше, но выращивать его прежде мне не приходилось. Однако, стоило разок попробовать вырастить этот замечательный овощ, как теперь он уверенно стал постоянной культурой на моем небольшом огороде и понятно почему. Дайкон – великолепный корнеплод, очень урожайный, вкус отличный. По сравнению с редькой он не такой острый, поэтому он сразу занял почетное место на моем столе. К моему удовольствию, дайкон оказался очень неприхотливым в выращивании и каждый год радует хорошими корнеплодами. Со временем у меня выработались определенные правила, как выращивать дайкон именно на моем дачном огороде. Дайкон – это типичное растение длинного дня, то есть при долгом световом дне он стремится завязать семена и уходит в стрелку. Поэтому, чтобы получить неплохие корнеплоды, дайкон надо сеять или очень-очень рано весной, в конце апреля, например, в крайнем случае в начале мая, или делать посев дайкона намного позже, во второй половине июля. Только при таких сроках посева появляется неплохой шанс получать хорошие урожаи дайкона. Однако, после нескольких сезонов проб и ошибок, ранний посев мне не подошел. Основная причина – в июне вкусные корнеплоды дайкона особо-то и не нужны. Стоят ли они хлопот по их выращиванию? Вряд ли. В эту пору в огороде полно редиски, шпината, салата, различных вкуснейших многолетних луков, еще в самом разгаре ревень, щавель, уж и не говорю про начинающие плодоносить ягодники. А вот осенний урожай этих корнеплодов очень и очень ценен, поэтому от весенней и летнего выращивания дайкона я решительно отказался. И в последнее время сею дайкон только во второй половине июля. Тут сразу видна двойная выгода. Помимо прочего, дайкон идет вторым эшелоном после отплодоносивших в июле культур. Я, например, часто сею дайкон после старой выкорчеванной клубники. Клубника после сбора последних ягодок удаляю, а дайкон на этом месте прекрасно растет и дает неплохой урожай. Хорошими предшественниками дайкона также являются картофель, помидоры, огурцы, зеленые культуры, тыква, кабачки и патиссоны. Дайкон можно сеять, конечно, и в другие места, но если его размещать после хорошего для него предшественника, то урожай приятно поразит вас своим и количеством, и качеством. Итак, я свой выбор сделал и сею дайкон после клубники во второй половине июля. Многие могут усомниться, успеет ли дайкон вырасти. Могу заверить, успеет и очень даже преуспеет, если, конечно, дайкону обеспечить нормальный уход. Постепенно, за несколько лет, я подобрал подходящие для меня сорта дайкона. Это клык слона, дракон, миноваси, цезарь. Да что тут говорить, сортов дайкона сейчас, благодаря нашим селекционерам, немерено. Пробуйте и выбирайте то, что вам по душе. Например, выращивал недавно розовый дайкон, тоже очень хороший. Сею дайкон на грядке, рядками, между рядками 50 см. Посев делаю немного загущено, чтобы после всходов можно было бы выбрать самый сильный росток. Глубина посева примерно 3 см. Прореживаю по мере подрастания дайкончиков 2 раза. Сначала примерно на 5 см друг от дружки, а второй раз, когда дайкон разрастается, то на 35-40 см. Чистить тут не надо, и урожай будет на высоте. Когда дайкон взойдет, иногда на него нападает крестоцветная бложка. Но это беда небольшая, в этом случае посыпаю в ростки табачной пылью, да и все, и проблема разрешена. Чтобы дайкон хорошо рос, делаю ему 1-2 подкормки раствором свежего куриного помета. В пропорции примерно 1 к 15 см. На грядочку в 5 квадратных метров хватит одного ведра 10 литров состава. Можно применить и коровяк, и другую органику, и минеральные удобрения. Первый раз удобряю, когда ростки примерно 5 см в высоту, а второй раз, когда дайкон уже раскустился и стал мощным. Вторая подкормка не обязательно. Делаю ее только в том случае, если по какой-то причине дайкон остает в развитии. Подкормка делается после полива или после дождика. Грядку поливаю подкормкой между растений, а после омываю в листики дайкона излейки чистой водичкой. Уход за дайконом очень прост. Регулярные поливы хотя бы раз в неделю, после них рыхление и само собой прополки. Дайкон очень быстро и мощно идет в рост, и в августе уже начинают завязывать корнеплоды. Они очень быстро набирают вес, и в сентябре в нашем местности примерно в середине месяца, подходит пора убирать эти замечательные дайкончики. Но оказывается сделать это не так-то просто. Корнеплоды дайкона при хорошем уходе достигают размера в 50 сантиметров, и выкопать их при этом не поломав большая проблема. И я долго с этим мучился, пока не догадался. Перед копкой дайкона очень и очень обильно его полить. Тогда на следующий день извлекать корнеплоды намного легче. Подкапываешь его лопаткой или вилами и аккуратно вынимаешься с грунта. Хлопотно? Конечно, но это того стоит. Когда держишь в руках целенький полуметровый корнеплод дайкона, то все проблемы с копкой отходят на второй план. А когда на столе окажется блюдо из выращенного вами дайкона, то о трудностях вы и вообще не вспомните. Дайкон очень вкусен, даже если кушать его безо всяких приправ. Вкус слабоострый, очень сочный, освежающий, да что тут говорить. Просто очень вкусно. Ну а если еще и приготовить с изысками, то тогда просто мечта. Жалко, что хранятся корнеплоды дайкона не очень долго. Один-два месяца в холодильнике. Позже сами-то плоды остаются целыми. Некоторые хранят и дольше, но вкус уже не тот, как у свежих. Хотя, повторюсь, некоторые огородники хранят дайкон и до Нового года, и после Нового года. И с успехом его используют. Вывод прост. С какой стороны не посмотри, дайкон отличный корнеплод. Если у кого его еще нет на огороде, то обязательно попробуйте вырастить. Уверен, не пожалеете. Вот такой замечательный овощ дайкон.